2 января 1915 года члены Крыма Кавказского горного клуба провели экспедицию для исследования фауны озер Большой и Малой Рицы. 2 января 1909 года родилась Софья Бадия, заслуженный учитель школы Абхазской АССР и Грузинской ССР. Работала педагогом в сельских школах, директором Джигиарской средней школы в Сухумской Абхазской школе имени Нестора Лакоба. Избиралась депутатом Верховного Совета Абхазской АССР первого созыва, делегатом 4-го съезда учителей Абхазии. Представляя династию трех поколений педагогов, была делегатом на съезде учительских династий Абхазии. Награждена пятью медалями. 2 января 1911 года родился Иона Хашба, заслуженный учитель Абхазской АССР. Работал педагогом абхазского языка и литературы, директором Паквашской средней школы, руководителем секции абхазского языка и литературы Ачимчирского РАНО. Хашба – автор ряда методических работ по воспитанию детей. Ветеран Великой Отечественной войны, награжден медалями за оборону Кавказа, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2 января 1927 года родился Леонид Аргун, заслуженный деятель физкультуры и спорта РСФСР, мастер спорта СССР по волейболу, почетный мастер спорта Республики Абхазия. Выпускник Московского института физкультуры, пятикратный призер чемпионата СССР, капитан сборной команды РСФСР, бронзовый призер Всемирной универсиады. Леонид Аргун был главным консультантом мужской сборной команды Кубы, впоследствии она стала чемпионом мира. Леонид Аргун был участником физкультурных парадов в 50-е годы в Москве, родоначальник и ведущий специалист по рингу в России. Аргун – участник многих международных турниров и победитель одного из них в Польше. 2 января 1936 года родился Артур Аншба, кандидат филологических наук, фольклорист, кавказовед, литературный критик. Выпускник филологического факультета Сухумского государственного педагогического института. В разные годы работал преподавателем абхазской литературы на кафедре абхазского языка и литературы Сухумского государственного педагогического института, заведующим отделом редакции газеты Абснахабш, научным сотрудником Абхазского института языка, литературы и истории. Основная сфера научной деятельности Аншба – проблемы абхазского фольклора и литературы, которым он посвятил свыше 80 работ. Особое место в его творчестве занимал нардский эпос. Артур Аншба – автор фундаментальных монографий, некоторые художественные особенности абхазских нардских сказаний, «Вопросы поэтики абхазского нардского эпоса». Его литературоведческие и литературно-критические статьи посвящены жизни и творчеству ряда абхазских писателей Дмитрия Гулия, Самсона Чанба, Михи Лакарба, Дзадзе Дарсалия, Ивана Тарба, Баграта Шинкуба, Алексея Джения, Таифа Аджба, Сариона Таркил и других. Он впервые в абхазском литературоведении ставил проблемы текстологии абхазской литературы. Аншба был одним из авторов очерков истории абхазской литературы, и истории абхазской литературы. Он был соавтором энциклопедического словаря «Мифы народов мира. Очерки истории абхазской литературы». Артур Аншба – участник национально-освободительного движения, один из авторов известного абхазского письма 1977 года. Ученый ушел из жизни в 1985 году. 2 января 1948 года родился Геннадий Барциц, заслуженный художник абхазии, профессор живописи. Учился во Всесоюзном юридическом заочном институте. Затем продолжил учебу в Академии МВД СССР. В 1980-м награжден Орденом Красной Звезды. В 1989-1991 годах учился у народного художника СССР Шилова. В 1989-м участвовал в выставках в Ленинграде, Вильнюсе, Риге, Баку, а также во Всесоюзной выставке художников МВД СССР на ВДНХ. В 1990 году состоялись его персональные выставки в Сухуми и Праге, затем в США, в Галерее русского искусства. Участвовал в выставке «Русские художники в Париже». Был первым директором созданной им Государственной картиной галереи народного художника СССР Шилова. В 1995-1997 годах Барциц работал заместителем генерального директора музея имени Рериха. Работы художника хранятся в частных коллекциях в городах Российской Федерации. 2 января 1957 года родился Владимир Ануа, герой Абхазии. Генерал-майор – заместитель министра обороны Абхазии. Ануа с первых дней агрессии Грузии против Абхазии воевал в составе тамышской группы ополчения «Катран». Был начальником штаба, затем командиром 1-го полка Восточного фронта. Участвовал в перекрытии стратегической трассы Ачимчирасухом в Лабрской операции, июльской и сентябрьской наступательных операциях 1993 года. Принимал участие в освобождении сел Лабра, Тамыш, Атара-Абхазская, Аракич, Ахалдаба, Кындах и других. После войны продолжил службу в Абхазской армии, был заместителем командующего, командующего ВГВ, затем был назначен на должность заместителя министра обороны Республики Абхазия. Занимался обустройством госграницы на реке Ингур. В 1998 ему присвоено звание генерал-майора, а в 2008 – генерал-лейтенанта. Награжден орденом Леона, медалью за освобождение Кадора. 2 января 1974 года родился Алмасхан Чугба, герой Абхазии. С 14 августа 1992 года он в рядах абхазского ополчения сражался на Бзыбском оборонительном рубеже. Принимал участие в освобождении Гагарского района, затем переброшен на Гумистинский фронт. В составе 1-го батальона Гагарского гарнизона Чугба принимал участие в мартовском, июльском и сентябрьском наступлениях, в боях за населенные пункты Каман, Гума, Гварда, города Сухум и других. Был ранен, но не оставил поле боя. С боевыми товарищами дошел до государственной границы по реке Ингур. Погиб в селе Набакия при охране государственной границы Республики Абхазия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин